Белая ворона в НИУВШ «Нижний Новгород» открылась в 2014 году. Для того, чтобы стать участником проекта, ребята писали конкурсное эссе на тему «Учат ли в школе тому, что мне интересно». Авторы лучших работ и были приглашены в качестве участников. Мне кажется, вся сущность и весь интерес этого проекта заключается в том, что школьники могут узнать информацию из различных областей знаний, юриспруденции, экономика, менеджмента, программирование. То есть каждый из них сможет найти что-то для себя интересное. Девиз «Белой вороны» – одно воскресенье, одна встреча, один предмет, одно удовольствие. В общей сложности состоялось 12 занятий, которые проводились преподавателями и студентами разных факультетов Высшей школы экономики. Тематика встреч была очень разной, яркой и запоминающейся. Каждый урок является чем-то новым. Это всегда 4 часа занятий с прерывами, естественно. Это всегда что-то новое, что-то интересное. И я впервые почувствовала себя, ну, как будто бы дома. Мне действительно хотелось бы сюда в следующем году вернуться, потому что познакомиться с новыми белыми воронятами, узнать что-то еще новое. Может быть, опять занятие по истории будет. Экономику я вообще ненавидела. Ну, хотел прогуливать, но нельзя было, да. Вот, но вот по вас здесь, вот, посмотрев на это занятие, я поняла то, что экономика – это очень интересно. И, может быть, в будущем я стану экономистом. Урок был действительно интересным. Форма была такая, ну, неформальная. То есть я могла спокойно со всеми общаться. Здесь можно было себя проявить и посмотреть с другой совершенно стороны. Там не решать какие-то глупые задачи на оценке, а вот играть, веселиться в конкурсах, участвовать, проявлять себя. Мне здесь очень нравится. Очень интересные занятия. Я подружилась с большим количеством ребят. Ребят все очень добрые, позитивные, отзывчивые. У нас занятия проходят всегда весело, оживленно. Мы узнаем всегда очень много нового и интересного. Можно проявить себя на этих занятиях. И мне очень понравилось, и я бы, конечно, хотела и в следующем году поучаствовать. 13-14 лет – особый возраст для каждого ребенка. Именно в это время он начинает ощущать себя взрослым и требовать к себе особого отношения. Погрузить школьника в атмосферу университета, где ценится собственное мнение и нестандартное мышление – основная задача другой школы «Белая ворона». Вы знаете, это редкий случай, когда Лиза рассказывает о своей жизни. Потому что то, что она уже большая, поэтому ее школьная жизнь для меня уже немножко закрытая такая часть. То, что происходит здесь, ей нравится, и она об этом рассказывает. Причем рассказывает о сложностях. Для меня это очень ценно. Потому что если ребенок хочет чем-то поделиться, значит, для него это становится настоящим опытом. Дочка приходила. У нее такой режим учебы насыщенный. Все равно находила время ходить по воскресеньям. И, конечно, приходила вся в восторге. То есть, удивило то, что физика… Первый год они изучают физику. Трудно ей дается. А тут просто физики пришла и в полном восторге. То есть, интересно ей понравилось. Вот, оказывается, физика может быть интересной. У нас вот где-то упущен момент воспитания детей. Средняя школа немножко дистанцируется от этого, да, кругом заявления там, да, родители, родители, все. Вот, а здесь взяли на себя такую ответственность, вот так сделали. И они это воплотили. То есть, они успешно воплотили это в жизнь. В честь и хвала здорово. «Белая ворона» – это возможность почувствовать себя студентом университета, еще будучи школьником. Однако, это не единственный проект Нижегородской вышки для школьников и их родителей. Высшая школа экономики в Нижнем Новгороде уже много лет. И очень активно занимается со школьниками профориентацией, углубленной подготовкой. И старается повысить мотивацию ребят. И делаем мы это очень разными способами. Для 9-10-11 классов практически на каждом факультете иногда по несколько кружков работает для школьников. Перечень этих предложений, он достаточно широкий, он есть у нас на сайте. Мы не только в стенах вышки работаем с ребятами. А уж если говорить про профориентацию и повышение мотивации, у нас есть так называемые смарт-классы. Это уже трехлетний фактический проект, который реализуется в рамках двух школ. 62-й школы, это школа на Комсомольской площади, 24-й школы, школа на Советской площади. Где ребята работают по программе, разработанной совместно с Высшей школой экономики. На протяжении всего года занимаются на факультетах, занимаются в вышке. У них есть проекты, которые получают серьезное развитие и даже иногда материально поддерживаемое развитие. Поэтому после 9-го класса, если есть желание, можно поступить в один из десятых смарт-классов, либо 62-й, либо 24-й школы, тогда с Высшей вообще не расставаться. В преддверии нового учебного года я, наверное, обращусь ко всем родителям. Скажу, что все направления, которые так или иначе связаны с сферами деятельности Высшей школы экономики, это экономика, менеджмент, юриспуденция, филология, лингвистика, математика, информатика, физика. Все эти направления представлены у нас огромным количеством разных активностей, разных кружков и мероприятий. Все они опубликованы на сайте. Можно звонить нам в приемную комиссию, можно приходить в приемную комиссию. Мы обо всем этом расскажем и с удовольствием будем работать с Вашими ребятами. Если сейчас принято готовить детей к школе уже с 3-4 лет, то что мешает подготовить ребенка в университет уже в средней школе? Высшая школа экономики дает детям такую возможность. Ждем будущих студентов в предметных клубах «Вышки» и другой школе «Белая ворона».